Продолжение следует... Мы начнем, наверное, с темы наделения Общественной палаты законодательной инициативы. Насколько я понимаю, законопроект повторно внесен на рассмотрение законодательного собрания. Для тех, кто забыл, напомню, в прошлый раз уже пытались принять его, причем принять не единожды, дважды голосование по вопросу было, но оба раза большинства депутатского не хватило для того, чтобы наделить обкол правом законодательной инициативы. Губернатор вышел во второй раз. На ваш взгляд, во-первых, какова судьба во второй раз будет этого законопроекта? Как будете лично вы голосовать? Изменилось ли что-то с прошлого раза? Я могу начать с того, что, курируя вопросы экологии, транспорта, ЖКХ, я постоянно стараюсь бывать на всех заседаниях, которые проходят в Общественной палате в соответствующих комитетах. Точно так же поступает и Виктор Николаевич Женихов, который курирует, я знаю, что Курашин Михаил Вячеславович. То есть у нас контакт постоянно. Помимо того, что мы приходим и всегда приглашаем на свои заседания комитетов отраслевых, где обсуждаются эти вопросы, то есть у нас полный контакт. Когда заходит речь о том, что нужно наделить законодательной инициативой, у меня возникает много вопросов. Ну, во-первых, когда пришлось и мне столкнуться, выходим из законодательной инициативы и видим, какой это длительный процесс. Во-первых, это обсуждение на комитетах подтверждает, тебя поддерживает. Но еще до этого правовое управление, юристы готовят достаточно много материалов, которые необходимы для подготовки этой законодательной инициативы. То есть первый вопрос, когда хотят выйти и обладать этим статусом законодательной инициативы как общественная палата, меня не убеждает о том, что не потребуются дополнительные штаты. Вот на депутатов, которые наделены выходить законодательной инициативой, работает все правовое управление, штат немаленький, может быть и не очень большой. Тем не менее, есть такое же правовое управление, которое готовит законодательную инициативу, которая сходит от правительства области. Поэтому я не в том, что с законодательной инициативой. Я не вижу проблемы для того, чтобы общественная палата совместно выходила. Во-первых, в составе ее 12 человек от правительства, 12 человек от законодательного собрания. Для чего тогда мы направляем этих людей в общественную палату? В расчете, что мы контактируем, мы в контакте должны работать, а не перетягивание, что вот эта инициатива общественной палаты. Да мы всегда указываем, что совместно и по инициативе никто не тянет на себя. Мне вот объясняла заместитель секретаря общественной палаты Марина Копырин. Она пояснила, что таким образом они хотят убыстрить процесс внесения законопроектов. То есть сейчас нужно найти депутата, которого нужно убедить в том, что какой-то законопроект должен быть внесен, чтобы он как-то поспособствовал тому, чтобы выйти на законодательное собрание с ним. У меня, соответственно, возник вопрос, потом же придется убеждать не одного депутата, а весь корпус. В том-то и дело. Я считаю, чем когда каждому сидеть по своим углам и иногда плодить, иногда предлагать, а не лучше ли сразу же собраться. Меня немножко, вы знаете, неприятно, не информация, а события последние, когда вот по состоянию дорожных наших дел мы намечали и готовили свое, значит, законодательное собрание, комитет, разработка, все были направлены материалы, и вдруг за несколько, буквально в два дня приходит, что проводит эта общественная палата. Только, значит, мы намечаем все-таки, ну, перенесли, поучаствовали. Следующее, более расширенное, с предложениями. А не просто посидеть и высказать, выплеснуть, а уже рекомендации, которые обсуждать готовые рекомендации, что еще дополнить, а не просто говорить, здесь плохо, плохо, плохо. То есть для того, чтобы уже конкретно выстраивать программу, что делать, а не то, что, например, констатация. И общественная палата опять вперед что-то проводит. Вот у меня ощущение, что мы выпускаем иногда пар, вместо того, что собраться всем вместе, выслушать неприятные, может быть, да, сомнения, что работает или нет. Но привлечением и нет никаких. Я не думаю, что это ускорение процесс будет. Когда сталкиваешься вот с этим прохождением законодательной, так сказать, инициативы, особенно если еще Государственной Думы касается, к сожалению, да, это процесс. В этом и плюс, и минус есть, когда нет скоропалительных решений, и что в закон, а давайте примем, да, а потом будем в него поправки вносить. Наверное, нужно максимально выслушать. Мы сталкиваемся с тем же программой капремонта, которую заполучили, да, эксперимент на всю страну. И сейчас бьем по хвостам, да, тут поправить, тут исправить. Значит, это неправильно. Значит, то, что касается подрядчиков, выставления лотов, самой программы, проектно-смертной документации. Массу проблем вместо того, чтобы собраться, сесть правительству, там, депутатам и разработать хотя бы пилотный проект, посмотреть и дальше. А когда вот так сходу принимается решение, страдаем-то, в конце концов, все мы, жители нашей страны. И я считаю, что при взаимодействии оно должно быть как раз совместно. Для чего тогда там представители ЗАГС собраний, для чего представители правительства области выходят недоверяемым им, что они, зачем они туда направлены были. Да, поэтому вот вместо того, чтобы так по углам каждому что-то рождать, давайте собираться. И у нас есть такая возможность и практика, мы встречаемся всегда с общественной палатой, с их представителями. И выносим эти решения на рассмотрение комитетов. Да, комитет может не поддержать, вынести или не вынести. Значит, мы, наверное, недостаточно аргументов каких-то привели. Но комитет, в принципе, может не поддержать. Мы привлекли, безусловно, не привлекли всех специалистов, которые могут сказать и плюсы, и минусы. Вот в этом надо смотреть, потому что для одних закон, ой, какой хороший, да, для других. Я привожу пример, когда я выступала с инициативой запретить ночную продажу спиртного в домах многоквартирных, где находятся там бары, кафе. Какой визг поднялся, извините, грубо скажу, но по-другому я не могу это назвать. Жильцов никто не слушает. Они живут в этом доме, они хотят спокойно ночь, так сказать, получить отдых и для детей, и для пожилых. А бизнес начинает, что вы нас ограничиваете, вернее, бизнес, и бюджет не получает там средства. Вот, пожалуйста, разделение мнений. Еще одно разделение мнений. Не очень красивая история, когда сейчас раскидывают листовки, но сразу скажу, по цвету, как от «Справедливой России», мне непонятно, на кого эти листовки работают. И первые звонки мне пошли, как же так, вот вы за капремонтом программа, да, и не за, не против, а вот вы сдержались. А я спрашиваю, а дома нуждаются в капремонте? Да, нуждаются. Я говорю, а вы хотите, чтобы их так ремонтировали по программе капремонта, которую предлагают, чтобы с вас деньги собирали? Нет. Так за что же голосовать? Дело в том, что государство должно выполнить свои обязательства. А о том, что дома под зонтик не встанут, дожидаясь, когда же кто какое решение примет. Поэтому вот за такой пробел я не могла голосовать ни за, ни против. И когда людям объясняешь, да, понимают. И второй момент. Когда сегодня вот эти листовки раскидывают, и кому-то очень выгодно, я не знаю, на кого работают вот те выпускающие листовки, желто-коричневые, да, там цвета. Да, когда по тому же вот депутату Азимова по детям войны. Этот вопрос ведь выносился 29 октября прошлого года, где Азимов проголосовал против поддержки этого законопроекта по детям войны. Против. А вот те, кто сегодня, они уже вытаскивают более поздние, где данный депутат голосует уже воздержавшись, потому что выборы ближе. Так вот где эта честность? И на чью, так сказать, вот в какой момент определять, что вот это сейчас правильно, а это нет. Да, нужно приводить аргументы, больше привлекать специалистов, уметь выслушать каждого. И может быть маленькое какое-то возражение, оно окажется очень существенным, потому что есть две разных стороны этого процесса. Как жители, точно так же, как бизнесмены, да, и в каждом есть кто за, кто против. Так вот нужно понять. Вы в имени воздержитесь или вы не воздержите? Поддерживать, потому что, да, я не вижу необходимости в том, мы еще не использовали вот эту схему, которая у нас есть. И я бы не видела, что вот там члены палаты походили, и кто-то бы сказал, что уже на этом этапе это нам неинтересно, вы разбирайтесь сами. Такого быть не может, если наши представители, представители правительства, члены общественной палаты. Сейчас мы узнаем у звукорежиссера, будет ли у нас короткая реклама. Тогда прервемся на короткую рекламу, после продолжим. Для тех, кто только подключился, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Депузлеева. Общаемся мы сегодня с вице-спикером УЗС, Мариной Сазонтовой. В конце мая прошел круглый столб по теме ремонта дорог. Вы предложили депутатам подготовить изменения непосредственно в федеральное законодательство с тем, чтобы фирмы-однодневки, ненадежные фирмы, не имеющие техники, каких-то других материальных, технических возможностей, они не имели возможности участвовать в дорожных работах. А есть какие-то критерии, как отделять надежные фирмы от ненадежных фирм? Они должны быть где-то прописаны тоже в законодательстве или как? Дело в том, что уже в процессе работы над этим вопросом, я столкнулась и со следующей. Речь идет даже не только о дорожном строительстве, но вот о капитальном ремонте, о котором мы говорили. Дело в том, что когда проводят, прописано в федеральном законе, там 44-е, проводятся аукционы, когда речь идет о достаточно больших объемах финансовых, которые разыгрываются на виды работ. И там только аукцион. Расчет на то, что кто даст меньшую цену, значит и мы выигрываем. И по аукциону гораздо больше ограничений, которые могут выставить заказчики. Они не могут себя настолько подстраховать, чтобы вот эти однодневки не попали в этот, не выиграли этот лот. Поэтому вот в этом федеральном законе, наверное, нужно рассматривать все-таки вопрос о том, чтобы при подведении не только аукцион, вот не было бы этой жесткой, что раз объем такой, только аукцион, а была возможность конкурса проводить. Мы же не говорим, что вот мы там начнем лоббированием или еще проверенных, хотя, наверное... Но это обязательно должна быть какая-то крупная фирма, или это может быть надежный подрядчик, но... Нет, нет, здесь речь идет об объеме финансово-то, на сколько миллионов разыгрывается лот, что определенная сумма, значит, только через аукцион. Как вы понимаете, в дорожном строительстве они мелкими не бывают, это, как правило, большие объемы. Точно так же, значит, если он меньше, можно проводить конкурс. А конкурс как раз позволяет вносить те условия, которые заказчик выставит, чтобы была у подрядчика, вернее, у исполнителя, кто будет выигрывать база материальная, там какие-то средства, гарантии, какая-то вот как в банковской кредитной истории, да, что это надежный, у него есть история своя, он себя уже показал как качественно, в срок исполнитель, да, себя. Вот этим мы можем себя подстраховать. То есть это на этапе конкурса будет подсеяться? Да, конкурс он может, поэтому нам нужно как раз договариваться и вносить изменения, чтобы в дорожном строительстве и где-то работы, вот капитальное строительство тоже там, да, ремонт, тоже могли бы вот такие условия выставляться. Иначе мы себя не подстрахуем, у нас выигрывают там с Красноярска, Краснодарский край или других, и потом мы их разыскиваем, а где они? Мы уже именем Альмеш, вот эта дорога, да, которая туда. Ну да, там изначально было очевидно, что денег не хватит. И вот я не думаю, что только мы с этим Кировская область сталкивается, это уже притча во языцах становится во многих регионах, что 44-й он не действует в интересах тех, кто является заказчиком и вкладывает бюджетные средства. Лучше на этом этапе сразу, чем потом искать судебные решения, там взыскивать и так далее, кто он уже ушел, может, это и фирма уже нет. А деньги вот так, субподрядчику потом они поручают еще здесь же у нас в регионе, кто это сделает, но за более дешевые и так далее. Вот этого не должно быть. И я считаю, это очень важный момент, который касаться будет не только дорожного хозяйства. По теме ремонта дорог у нас на сайте есть вопрос от Петра Тимофеевича. Каким образом правительство области определило, по вашему мнению, какие 23 муниципалитета получат деньги на ремонт дорог по последнему постановлению? Вы знаете, вот тут, как говорится, к гадалке не ходи, но я только что подписала обращение на имя Елены Васильевны. Да, потому что и ко мне были обращения от некоторых глав муниципальных образований. В пятницу им было, называют Елену Васильевну, у нас министра финансов и заместителя председателя правительства области, были озвучены 23 муниципальных у нас организации, которые получают эти средства. То есть это средства, которые дополнительно... Дополнительно плюсом всего 914 миллионов, ну там 500 уже где-то были распределены, сейчас там часть дополнительно вот эти получили у нас по трансферам в нем межбюджетным. И, конечно, вопрос, почему 23 и какие? Я это постановление, как правило, к нам поступает, уже принятое, да, подписаны эти распоряжения, постановление правительства области. Это еще не поступило, хотя в пятницу сегодня вторник. Поэтому я направила, вот только что идя к вам сюда, подписала обращение на имя Елены Васильевны, попросила подробно указать, какие районы получили. И следом ведь еще вопрос возникает, по крайней мере, те главы, которые ко мне вот обратились. У них есть на руках судебные решения. До 1 сентября в своих вот районах, муниципальных образованиях, они должны устранить, то есть ликвидировать те аварийные участки дорог. А, как правило, судебные решения выносятся по каким заявлениям? Как правило, сотрудники БДД, которые, да, аварийный участок или какие-то жители. То есть это уже определено, что этот участок нужно приводить в нормальное, надлежащее состояние. Я правильно понимаю, то есть это те главы тех районов, которые уже, их поставили в известность, что им денег не досталось? Возможно, да. Они не были, так сказать, озвучены, может быть, эти районы. По крайней мере, сигнал не прошел, что они что-то получают. Окончательное это решение, как это, может быть, доработка идет этого постановления, я не могу сказать. Может быть, ознакомили просто с проектом постановления. Я люблю в руках держать документ, тогда буду говорить. Поэтому сейчас только это на, так сказать, словесном варианте идет. Запрос нужен узнать, как это делать. Когда сегодня общественной палате, вот встреча была губернатора, да, у нас, соответственно, с секретарем общественной палаты, около ста, там, кто 75 миллионов называет, которые будут распределять с учетом общественного контроля, с участием общественности. Но поверьте, когда есть уже судебные решения, и какой тут фактор сработает, субъективные, когда мы скажем, что вот у нашего дома улицы вообще не проезжие там, да, и всех поднимем активные, где граждане, да, и окажется, что вот этот участок именно надо ремонтировать, хотя по-другому там и общественный транспорт, и судебные решения, они что, окажутся без финансовой поддержки. Ну вот, если вот речь идет о том голосовании, которое сейчас идет на сайте общественной палаты, там вот Дмитрий Курдимов, секретарь палаты, уточнял, что выбрать можно не любую улицу, то есть выбрать можно те улицы, по которым уже готова проектно-сметная документация. То есть я так понимаю, что это те улицы, которые отремонтируют в любом случае, но тут кировчанам предлагают выбрать, какую из них сделать впервые. Ну то есть это касательно именно Кирова. Ну, я во всяком случае считаю, что должны все-таки, наверное, специалисты определять, потому что если ты профессионал, с учетом, где общественный транспорт, да, проходит, и которым пользуется большинство кировчан, это дороги должны быть проезжие улицы, обязательно трассы. Где менее, так сказать, этот транспорт используется, подъезды к каким-то крупным учреждениям, школам, я не знаю, так сказать, да, это тоже учет нужно вестись. Но мне кажется, да, общественное мнение, они показывают, вот где эти участки разбиты, надо реагировать на то, чтобы приводить их в надлежащее состояние. Но мы всегда бьем по хвостам. Вот мы сейчас хорошо осенью уже увидим дороги, которые сомнительные, где некачественно там выполнены, предположим, был ремонт, да, ямочные там, как его называют, или, так сказать, полотно, которое вот-вот оно будет размазано, и, так сказать, вряд ли переживет зиму. То есть мы уже знаем эти участки. У нас должно быть перспективное планирование, что вот эта улица и как по капитальному ремонту, хотя по программе там претензий много, да, но в этом году будет вот этот участок ремонтироваться, в этом, ну и какой-то резервный фонд, когда форс-мажорные там какие-то обстоятельства, что-то случилось, взорвалось, перекопалось там и так далее, что нужно это доремонтировать, но это не должно просто методом затыкания и латания дыр быть. Поэтому общественность, да, безусловно, но она сегодня, там, где активные граждане, многие надо поклониться, что они умеют добиться и пробиваются, но там, где вот не очень активные, но это не значит, что те участки дорог надо отодвигать и ремонтировать в вторую очередь. Тогда как оцениваете перспективу вот этого общественного контроля, который сейчас будет работать на дорогах, то есть оцениваете, как проходит время? Ну давайте посмотрим, я не люблю сослагательные наклажнения, давайте посмотрим, потому что в процессе работы общественного контроля всегда будут и плюсы, и минусы, надо это смотреть, это же сам процесс. Нельзя сказать, что это плохо, нельзя сказать, что это только хорошо. Главное, что активные граждане подключаются, если увидят результат этой работы, только аплодисменты им. Кировская область оказалась на 76-м месте в рейтинге благосостояния семей. В лидерах по итогам прошлого года Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский. Там семья с одним ребенком после минимальных расходов. Единственное, что не совсем уточняется, что за минимальные расходы, но скорее всего, то есть это жилищно-коммунальные, видимо, какие-то. Остается 106 тысяч рублей, если в семье один ребенок, если двое, то порядка 90. Кировская область занимала 76-ю позицию, причем за год мы потеряли две строчки. У нас семья с одним ребенком располагает 15 тысячами рублей, с двумя 5,5. Вместе с тем, губернатор Псковской области, которая в рейтинге оказалась на последнем месте, Андрей Турчак, назвал рейтинг полной чушью. На ваш взгляд, рейтинг правдиво отражает положение дел в Кировской области? То есть я уж не знаю, как в Пскове им виднее. Ну, знаете, я бы назвала себя Фомой неверующим. Я к рейтингам отношусь очень безразлично, так бы сказала. Для чего нужен этот рейтинг? Потому что есть такой показатель у нас вот в Кировской области, у Нинский район, когда там Петр Михайлович Полянцев возглавлял, по-моему, из этого района даже и жалоб не было. То есть вопросы все решались на месте. И когда там рейтинг проводить, вот посмотрите количество обращений и жалоб, из какого региона идут больше, где больше недовольных, неумений решать проблемы, нежеланий решать проблемы тех, кто обращается. Вот, наверное, это показатель, который мог бы как-то влиять и, так сказать, для меня быть, ну, не то что решающим, но весьма аргументированным. А когда проводят такие рейтинги, ну, я не знаю, кому-то, видно, нужно вот эти отрабатывать, что они там занимаются соцопросами, там, статистикой, так сказать. Но, вы знаете, статистика где-то в конце 80-х, лукавые такие цифры, была целая вот такая книжка издана, кстати, нашим земляком. И когда сталкиваешься с этой статистикой, что она отражает? Это внешняя сторона. Вот когда говорят один ребенок, есть семьи матери-одиночки. Вот сегодня наша политика, государство, она подталкивает на то, чтобы мама была мамой-одиночкой, потому что она получает льготы. И хотя люди живут семьей, гражданский брак, но она по-прежнему числится малой, в смысле одинокой, потому что от этого есть какие-то льготы. Соответственно, получаются статистики. Да, вот такая статистика. Дальше, когда сегодня у нас не все показывают весь свой объем дохода, что он получает, и особенно, я считаю, непродуманная совершенно ситуация с ограничением индексации для пенсионеров, сегодня пенсионеры ходят и говорят, мы готовы, не устраиваясь, работать. Кто от этого выигрывает? То есть не будут перечисляться средства в бюджет, НТФЛ и так далее, и так далее. Вот еще раз, когда говорится, одна принимает красивое решение, не продумав, чем оборачивается это решение. И точно так же по семьям. Сравнивать регионы, где северные коэффициенты, доходы намного больше, ну что они дают? Да, у них зарплата больше, у них там все дороже, может быть, так становится. Ну то есть я, например, не представляю, на Чукотке у меня 6 тысяч свободных осталось, я что на них могу сделать? В том-то и дело, и как они остаются, и где у кого остаются, или среднестатистические данные, что они показывают, как средняя температура по больнице. Поэтому я в такие вот рейтинги еще раз не могу, надо реально смотреть. Ведь показатель, и я давно этот вопрос поднимаю, когда сами работники этих центров оказания помощи, семье говорят, когда приезжает мамочка на иномарке, в норковой шубе, и несет справку о том, что нулевые доходы, ей нужна эта помощь, как на это смотреть? Сами вот эти соцработники, или, вернее, сотрудники вот этого учреждения сидят, они гораздо меньше имеют доход, и вот это реально. У нас вообще есть какая-то система, чтобы проверить? Ну, как проверить? Потому что кому-то выгодно не платить или заплатить меньше, и здесь сходится интерес тех, кому выгодно не перечислять налоги, кому-то выгодно не оформляться и получать поддержку. То есть никто как-то идет домой и не проверит, а действительно ли я одна живу? Да, ну нет, ну почему? К вам гости пришли, и как вы докажете, что этот человек, так сказать, или гражданский муж, или кем он вам приходится? Поэтому вот сегодняшняя ситуация, она во многом, ну как призыв к добропорядочности, этим мне удастся решить эту проблему, и я считаю, что у меня было другое предложение. Понимаете, кто первый видит, в каком положении находится семья? Вот сейчас очень много говорят об адресности, о нуждаемости. Я считаю, начинается с медсестры и патронажной сестры, которая приходит в семью, где родился малыш. Она сразу может определить, какой помощи нуждается ребенок. Действительно ли в этой семье доходы гораздо меньше, чем они могут позволить себе? Ну опять же, а если я просто не понравилась этой патронажной сестре? А при чем вы? А при чем вы? Надо смотреть на ребенка. Одно дело, когда мама не может его... Но это все равно просто субъективно. Нет, нет, нет. Вот посмотрите, когда ты приходишь в квартиру и видишь, что мама, извините, и худенькая, и нужно малыша кормить, у нее не хватает порой даже элементарно на еду. Бывает сегодня ситуация, мы с этим сталкиваемся, когда малыш родился, и какие-то обстоятельства, когда не хватает средств даже элементарно на еду. Да поставьте семью, пусть соцработник понаблюдает, посмотрит, не отбирая ребенка, как некоторая ювенальная юстиция, а чтобы малыш с мамой был, и поддержка была для малыша в первую очередь, чтобы он получал полноценное питание, малыш. То есть если говорить об адресной помощи, то должен быть конкретный адресат, в данном случае ребенок? Безусловно, безусловно, потому что смотреть дальше, чтобы малыш получал необходимое лекарство, медицинскую помощь, питание в полном. Я уж не говорю там, ладно, памперсы, мы своих детей без памперсов выросли, это не самое главное, будем говорить, средство. Главное здоровье, питание и какие-то лекарства, если им нужно, необходимо. Второе, куда дальше идет ребенок? Мы видим в дошкольных учреждениях. Это опять же посыл, когда видно, ребенок бледный ходит, или нужно ему дополнительное питание. Ребенку я, видите, говорю, не то, что кому-то мы деньги там будем дополнительно кидать, а именно поддержки ребенка. Вот должна адресность, где идти. И если видят, что ребенок нуждается в дополнительном питании, помогите, чтобы он действительно, если у него нет необходимой одежды, чтобы он на прогулку выходил и не мерз, у него была бы одежда, решите вопрос, помогите с этим. Следующий вопрос, это школа. Она всегда видит родительский комитет, дети, у которых есть проблемы. Так вот, мне кажется, это реальный список помощи, адресный. Кому эти нужны? Не по справке, которая семья там нуждается, а дети нуждаются. И тогда, наверное, мы сможем вот этот вопрос, гражданский или негражданский брак. Но если ребенок ходит аккуратно, питается и так далее, посмотреть, в чем ему нужно помочь. Может быть, это уже будет следующий этап, чтобы у него была возможность там заниматься где-то в каких-то кружках. Да, если это будет. Поэтому вот здесь есть я, ну как бы справка это справка. Еще одна реклама у нас, к сожалению, прервемся. Особое мнение в эфире в студии Дарья Топузлеева и моя гостья, вице-спикер ОЗС Марина Сазонтова. Перед рекламой мы говорили о том, что адресная помощь должна быть адресной для детей. Марина Сергеевна, если еще вам, возможно, что-то по этой теме сказать, если нет, перейдем уже к следующим вопросам. Давайте к следующим, наверное, да, если будут вопросы, ответим. Следующий вопрос, собственно, касается праймерис Единой России. Вы не в Единой России, но тем не менее, были ли для вас какие-то неожиданности или все было, в принципе, ожидаемо по итогам? Вообще, вы знакомы ли с итогами? Ну, вот знаете, видно, попытка праймерис провести была еще и раньше. И я знаю, когда вот общались и рассказывали, что те, кто, в общем-то, набирал больше баллов, но тем не менее, заранее был свой список утвержден. И люди в знак протеста вообще выходили из Единой России. К этому праймерис я отношусь очень, как я сказала, как и ко всякого рода рейтингам достаточно. Ну, хотят проводить, пусть проводят. Меня другое всегда, этот вопрос мне очень многие задавали, а на какие средства и почему привлекали бюджетников к работе? И, кстати, когда я с бюджетниками встречалась, они мне сказали, что обходя, как агитаторы, ведь речь идет, шла не только о 22-м числе, когда я проходил праймерис, а они ведь еще очень усиленно обходили квартиры, чтобы люди пришли, да, наслушались очень много отрицательного, хотели они, наверное, так сказать, организаторы, они это и получили в лице тех агитаторов, которым пришлось все это выслушивать. Вы знаете, я в такие праймерисы не очень верю, столкнувшись вот с фактами, которые мне приводили, и средства, которые были затрачены, это огромные средства, когда по всей стране. Сколько денег? Откуда эти деньги взялись? Тайна остается. Кто платил? Какую сумму? Ну, назовите, если это чисто и прозрачно, скажите, потому что когда это проходило, и подвоз был, и автобусы, то есть средства-то очень большие затрачены. А когда при таких условиях проводится праймерис, вот уже доверия нет. Кто-то хочет верить, так сказать, или это его право, я в это не верю. Ну, то есть, в принципе, уже становится неинтересно, кто там одержал... Абсолютно неинтересно, абсолютно неинтересно. Тогда к вопросу, который, думаю, должен быть вам интересен. 9 июня в Октябрьском суде возобновится рассмотрение дела по парку Победы. В апреле, я напомню, коллеги областного суда отменила декабрьское решение о незаконности сделки по продаже земли в парке. Прокуратура настаивала на том, что земли принадлежат к землям общего пользования, соответственно, продажа в принципе не могла состояться. И дело вернули на новое рассмотрение. Есть ли шансы, что позиция прокуратуры в суде вновь устоит, или то, что его вернули на повторное рассмотрение, уже можно говорить, уже говорит о том, что это проигрыш и эта земля уйдет? Вы знаете, есть тут некая особенность, потому что мое мнение, субъективное и так далее, влияет на решение суда. Это может быть расценено как давление на принятие решения, к сожалению, суда. Если бы мы с вами это обсуждали, так сказать, на процессе перед тем, как это бы в суд было подано еще, да, поэтому нас здесь ограничивают в этом. Но я хотела бы перевести на другой момент, когда прокуратура, в ее действиях, когда и плюсы, и минусы, ну вот когда, например, было принято решение правительством области о том, чтобы ограничить полуторным прожиточным минимумом право на получение льготы на проезд в общественном транспорте, прокуратура выступила на то, что нельзя принимать решения, ущемляющие права граждан за Конституцию нашей. И, значит, проиграв там областной, они обратились в Верховный, ну вот сейчас дети войны обращаются уже в Конституционный суд, какое решение будет. То есть прокуратура пытается как раз выступать в интересах большинства наших граждан. И в этом отношении тоже плюсы. То, что именно прокуратура выступает со стороны вот ИСЦОМ по поводу территории, которая у нас в парке. Победы, честь им и хвала, потому что надо отстаивать. И в данном случае я не могу себя считать юристом тонкости, но если там специалисты считают, что это есть нарушение, они выносят и выходят с этим требованием, я считаю, молодцы. Решение... По крайней мере, отступать прокуратуре не стоит. Я думаю, потому что это мнение всё-таки у очень многих граждан. Точно так же здесь мы можем брать и парк у Дворца Мемориала. Мы можем взять это колесо обозрения, правильно бы сказать, да, ему уже другое название даёт. Вот, это, ну, некое вот заигрывание не должно быть. Если мы хотим учитывать мнение, давайте честно учитывать мнение. Если вы своё хотите как-то продавить любыми путями, не отступая, и вот считать, что все тут такие, ну, как переименование улиц, сколько жалоб было. А вот «хочу» переименовали. А где это «хочу», почему оно не соотносится с мнением большинства граждан? И я в Уфе, меня, например, поразило. Там на некоторых перекрёстках, вот особенно домах, даже три названия улицы идёт. Вот оно сегодняшнее название, прежнее, но и ещё на башкирском языке. То есть вот, да, вы знаете, вот здесь это бережное сохранение истории, а не то, что я пришёл, всё долой, значит, ничего не было, только с меня начинается история. Это удел ограниченных людей. Ещё один вопрос, который пока ещё не вызвал широкого обсуждения, но я думаю, так или иначе вызовет. В Кирове планируют организовать платные муниципальные парковки. Первую в качестве эксперимента хотят сделать в том самом месте, бывшей комсомольской площади, рынок бывшей, где сейчас вот парковка, то есть её хотят сделать платной. Вилка достаточно широкая, поэтому я даже не буду там цены называть, чтобы не подтолкнуть вас к тому или иному ответу. Вот на ваш взгляд, вот за час стоянки в городе, вот для среднего кировчанина, какая цена вообще нормальная, вот какую цену можно заплатить легко? Вы знаете, на этот вопрос достаточно сложно ответить, потому что у меня своего транспорта нет. Я стараюсь всё-таки пользоваться общественным и на работу пешком ходить. А вот проблему, я думала, вы назовёте другое место для платной стоянки у театральной площади, перед университетом. Ну, об этом губернатор так говорил, что начинаем с себя. Да, потому что, оказывается, преподаватели даже не могут поставить машину, она заставлена автотранспортом, принадлежащим студентам. Вот если здесь вопрос ставить, сколько это может стоить, наверное, будет зависеть от того, где находится эта стоянка, насколько она пользуется, потому что одно время на площади привокзальной машины оставляли автовладельцы, уезжающие отдыхать, например, на юг, зная, что вот они приедут, это было для них бесплатно. Фактически машины, так сказать, как они стояли, сохранялись там недели три, две, а то, у кого и больше месяца. Да, наверное, для того, чтобы обеспечить надежность, что твоя машина к тебе останется или дождется тебя, так сказать, в том виде, в каком ты ее оставил, от этого надо исходить. И, наверное, зависит одно дело, вот так, привокзальная площадь, где, вот видите, очень разная, или ты приехал встретить и уехал, может быть, там, ну, на полчаса оставляешь свою машину, или вот на такой длительный срок, когда уезжаешь в отпуск, и машина у тебя вот тут остается на площади. Точно так же в центре города. То есть дешевле должно быть там, где-то по окраинам, безусловно. Дальше ты уже сам добираешься и решаешь, где тебе удобнее эту машину оставлять. Я бы вот в центре города, например, 50 рублей в час отдала бы, наверное, бы не жалко, если бы где-то действительно разговор идет о правительстве области рядом. Ну, я думаю, если у правительства области надо, и подороже. Но опять же, тут получается вопрос относительно той парковки у театральной площади, о которой мы говорим, возникает вопрос, кто более платежеспособен, студентами или преподавателями? Я о другом. Дело в том, что когда ты в центре ставишь, оставляешь свою машину, здесь очень удобно, много находятся и театры там, и музеи, ну, может быть, какие-то предприятия, это одно. А когда ты можешь оставить машину, не создавая пробок каких-то, да, в месте более удобном, да, там подешевле, но ты хочешь именно в центре оставить, тебе лень там пройти, может быть, полтора-два или там три квартальчика, да, но чтобы не создавать. Вот это должны быть варианты. То есть ты можешь выбирать, где тебе удобнее бы оставить эту машину и где заплатить. Ну, в театральной площади это сколько должно стоить? Я не хочу гадать. Вот это все равно должны какая-то проверка, так сказать, вернее, ну, сигнальный, пилотный какой-то проект, и посмотреть, как сами оценят. Что пойдет, что нет, это рынок. Поэтому здесь пальцем, так сказать, не знаю. Ну, то есть, грубо говоря, будут платить, и парковка будет заполнена, хорошо, остаемся на этой цене, а если они все рассосутся по соседним дворам, то явно что-то пошло не так. Конечно, конечно, это все, так сказать, решит сама практика. На этом мы сегодня заканчиваем. В студии была Дарья Токузлила. В гостях у меня сегодня была Марина Сергеевна Сазонтова, вице-спикер областного законодательного собрания. Ну, спасибо, что хватило терпения, нас дослушают. Всего доброго. До свидания.